на тихо здравствуйте добрый день александр сейчас минуточку как у вас дела идти в ночь мы как всегда как было так слава богу вопросы да можно задавать да хорошо сейчас есть такое явление как вера в нло есть целые научные движения уфологи или уфология эти люди утверждают что есть инопланетные цивилизации иноземные разумные существа так называемые контактеры утверждают что их похищали инопланетяне есть сотни тысяч фактов похищения людей по всему миру даже бывший президент калмыки утверждает что он общался с инопланетянами и летал на их тарелках вера в нло пропагандируется такими мракобесными телеканалами как тв3 рентв тнт и множество другими православный ермонах серфим роуз своей знаменитой книги православие религия будущего пишет что так называемые контактеры кто по-настоящему общался с инопланетянами на самом деле имели контакты с демонами об этом также пишет игумен анатолий берестов и гумен нэн вопрос вот вера в нло это псевдорелигия дьявола хотелось бы узнать ваше мнение потому что сейчас очень много людей заражены вот этой псевдорелигией вера в инопланетян так еще вопрос ну люди вот сейчас если посмотреть российской российские телеканалы украинские телеканалы ну кого спутниковая там кабельное телевидение практически каждый день это пропагандирует что есть инопланетяне что якобы какие-то ученые утверждают вот даже по моему бывший президент калныкии как или как или и или мжанин да да я думаю что он он рассказывал как он садился в нло как он с ними общался как он что это все есть он как бы якобы буддист и что все это как бы норма и я даже знаю людей православных вот все все касается вот так называемых православных ладно там кто-нибудь всякие оккультисты господь с ними так они наших затягивают людей кто крест носит кто бога верует и некоторые люди даже вот общаясь они как то наверное есть инопланетяне наверно есть и наземные цивилизации вот как таким людям сказать они скорее всего не в библию бога поверят а скорее поверят вот всем этим как серафим роуз говорил псевдории едой сатанинской надо открыть послание апостола пала к ефесянам запишите 6 глава ответа 6 и фесянам 6 глава и он говорит 10 стиха читайте а меня сейчас тут нету когда тихо что давайте вы почитаете но только вопрос написано облекитесь во все оружие божие чтобы вам можно было стать против козни дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего запятая против духов злобу поднебесной для сего примите все оружие божие дабы вы могли противостать в день злой и преодолев устоять и так станьте припаяться в чрестно вашей истинную вот керсан или мжану не знает это облегшить броню праведности и обу многих готовность благовествовать мир если он верит бесовскую религию она именно бесовская во что он верит то они даже являться ему и паще всего возьмите щит веры у него щита нету которым можете выгасить раскаленные стрелы лука во все стрелы он не угасил их и шлем спасение возьмите у него его нету имеешь духовный которые слова божие нету ну и дальше все понятно это другая цивилизация и они очень подробно написал возлюбленный ученик господа нашего иисуса христа иоанн откровение 12 глава и 12 стих и так веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол сильной ярости знаю что немного ему остается времени петр говорит он как рыкающий левый щакова поглотить разные соблазны видение это было у святых очень много вот стоит иларион великий с приставкой великий всего 17 человек за 20 столетий было всего иларион великий и он на минуту буквально задумался только на секунду отвлекся мыслями на молитву и вдруг на него он заскочил ударил его по бокам ногами как на лошади когда едут и сказал что овса захотел потому что он свою плоть очень часто называл ослом иларион великий а кто это заскочил об этом ну тут а яснее ясного а как другие ну а я на вгородске на ком летал в иерусалим когда он в рукомойник залез и гремел там он запечатал и выпустил только тогда когда он пообещал его свозить ночью ну как вечера на хуторе близ диканьки гоголя я вас дьявол его туда-сюда сносил но он сказал никому не говори а то тебя такое устроим ну и устроил при любодеянии женщина видели все а ничего нигде нету на плот то посадили столкнули волков то он против течения поплыл ой 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 прости нас ладыка люди будут еще орать очень крепко они отдались дьяволу и он властвует ими тут ничего нету того чтобы не сходилось со святой библии вот весь ответ да люди очень многие верят к сожалению им повторюсь они больше к библии относится как вот нет дальше саша давай договоримся мы это не будем говорить собирать еще по щежой блевотине лазить не будем у нас есть чистый источник слово седьмикрат говорит переплавленное мы сказали и отошли нас не касается мы знаем что это дьявола и убеждать их не господь никто а говорит отойдет меня сатана отойди все вопрос сняты это именно так что серафим рос это не то до него давно все это сказано было макари египетские все это видели потом это неоднократно павел фивейский родоначальники которые пошли в пустыню то он является и на небе как на небе мы не знаем но написано и в первая глава пристали сыны божии и между ними пристал и сатана между ними пристал и сатана и с богом разговаривают считаем 3 книга царств когда господь кто бы увлек нам ахава и один дух предлагал так другой иначе один сказал я сделаю духом лжи войду в уста всех этих пророков но и все и один только кто видел и знал это михея сына емлая так что ты один если на санкт-петербург все этого достаточно много верующих вот в эту религию все о них не надо думать не на хорошо игнатий бренчан говорит не помысли немощной рукой остановить поток тебя просто смоет а вот те люди кто с целенаправленно я же понимаю да и многие люди исследователи понимают что кто телеканалы этими владеет это масоны владеют этим телеканалом они же целенаправленно навязывают эту веру да они подготавливают и в общем то сказать то они заботятся о благе чтобы не было шока такого состояния мы вам об этом говорили мы показывали владимир сергеевич соловьев об этом прямо говорит о словах своих об антихристе вот он является сейчас вот он похищает людей вот они спускаются инопланетяне вот они придут и вот иных машах и он будет являться они его по воздуху понесут как житие святой и устины с киприяном там аглоид ее полюбил и дальше он летел там помолилась он рухнул символ волк при петре апостоле был летал пока он помолился он грохнулся оттуда хенопс такой волшебник был это и жития святых ян богослов он в море сходил он у меня отец умер он его достает и отец твой а на самом деле это демон принял вид отца утопленника разговаривает и все помолился только он в море зашел он помолился воды сомкнулись народ стоит на умирает от жары на никто не уходит и все и больше его не было будут люди которые это будут видеть понимать но он поднимет на них руку и убьет и трупы и бросит на улицах иерусалима это мы знаем слава боже эти демоны они могут и во сне в образе приходить как угодно как угодно читаем житие святое сисой у него ученик он задумал что у него дядя епископ а я хочу быть батюшкой он когда зачем тебе ну ты не надо тебе наконец у учитель в сторону он прямо пошел а он его дядя сатана то обнял целует его молодец ты этого старика он из ума выжил не слушай ты меня только слушайся я тебе епископом поставлю он перепугался назад он тогда перед ним красивой женщины и стал такие вытворять номера сам собой блуд творит он кое-как вырвался до назад я же тебе говорил ну зачем тебе надо было тот когда люди не слушаются то что говорит нам святая библия сатана на пути встречает он тебе может навстречу епископа послать патриарха папу в любом виде явится хотя может быть это на такие же люди но через них сатана действует он тебя одобрит молодец так и делай ты никогда этого не слушай сказали тема закрыта все бодрствуй избави нас от лукавого и крестным знамением его отгони и все и бог силе на этот воздух сделать палящим для него как у павла при простого было ну а вот игнать тихонович как объяснить более молодым ребятам христианам там панамарии там или прихожане которые увлечены телевидением и компьютерами вот я слава богу для меня компьютерные игры это ничего ноль я не играю в них а много христиан вот мамочки жалуются вот прихожанки что их сыновья которые с детства в церковь ходят их водили они вот влеклись телевидением компьютерными играми без конца даже сидят приходит в церковь там и них вот как маленькие экранчики они сидят играют играют понятно вы им только скажите это хуже наркомании у меня опыт 44 года начальник детского лагеря и уже второй год поставил правила играющих на компьютерные игры в компьютер не принимать они бесноватые вот служба начинается у нас воздух чистый открыты двери фрамуга открыта ну воздух аромат я захожу бац парень упал вытащили его положили на скамейку бледный но он придуряться может но не может он себя сделать как простынь бледный все она не вынесли мы заходим сапира лежит кверх ногами девчонка вынесли ее положили рядом захожу третий упал прямо падает и головой удариться то выношу первый уже сидит глазами хлопает дальше начал делать разбор все до одного увлечены играми демон он как свинья не может выдержать ладану ладан запах ладана он кувырком летит демоны это одержимые люди вот у меня привезли одного он какой-то руслан вроде звать а его крестили андрей бабушку просила взять его но я то не знал что он такой а он игрок у него весь мир вот этой рамкой монитора ограничен он не понимает мира маленькая девочка ему 12 лет а девочки 6 лет она наверху сидит это отбывает тарзанка ну на веревке на большой раскачке то а чтобы сесть там палка привязана в руку толщиной то он стоит фрося ты мне это дай она отбрасывает ему он она летит палка туда и он стоит и смотрит она у вас палка это ну раскачалась как тарзан то в лоб он опрокинулся он не поймет как она из рамки монитора вылетал палка это он не понимает и стоит захватился кровь еще то ее разбил он ни на что не годен а потом звонит баба я есть первое научился даже первое есть он не знал как виноваты конечно старше показывает по телевидению как они беснуются кричат тут есть такие ролики ужас какой а что делать почему раньше не спросили он приготовленный уже все теперь думайте как висит тем кто могут изгонять далее разломать все эти компьютеры игры все объяви смертельный бой и может быть что то будет что будет не знаю у меня опыта нет такого что отчитывали как то но дали слово не будут этого делать нигде об этом не разговаривать а то взрослые играют сидят они безумные совершенно какая игра когда дьявол как рыкающий лев ходит ты смеешься рот раскрыл и захохотал а я зато зато не боишься что в рот тебе сатана заскочит чего ты рот раскрыл когда вокруг демоны крутятся как полщища пыли ты его приведи страх и глядишь может что-то получится у меня которые близкие были все до одного бросили играть но это люди посторонние в лагерь отдают из наших близких ни один не играет никакой зомби фермы или что-то все выбросить идти на исповедь и пятим я должна быть этим должен заниматься священник это его паства их выводить с отношенными а не то что в алтаре прислуживают сделали демонское пристанище в храме да в алтарях полностью согласен я даже знаю попов молодых которые играют в эти игры не знакомы есть олег он уже даже сейчас протеерей он старше мне так намного старше но он я узнаю когда он был еще моих годах молодой он был и он уже тогда в компьютерные игры когда только появились от сега потом пошла даже не знаю как не называется после этого mp3 mp4 я даже не знаю на что я не играл не ну как я в детстве когда давно что-то как-то было но вот сейчас я уже много лет сколько я даже не знаю я даже не знаю как подойти к этим играм но вот я помню что пугл у нас был молодой там олег не буду ни фамилию называть его вот он сейчас уже даже такой протеерей ректор одной семинаре вот он играл будучи диаконом протодиаконом и попом вот и он приходил тогда часто с такими стеклянными глазами из панамаряне который играл говорил а что за это а что за это а я помню был маленьким молодым панамарем я не телевизор не смотрел компьютерные игры не играл для меня что было главное священное писание отцы церкви но я богослов читал все то есть мой круг был в каком-то смысле сужен я не знал ни телевидения не компьютеров а они вот стоят в обсуждают панамаре и молодой поп какая игра а сейчас он проректор одной семинарии а сейчас они между собой не поладили какая-то игра тут он говорит выйдем поговорим но выше там где-то какое-то место я один его сразу ножом зарезал у меня знакомый один в лагере пацаненок оттата был спокойный спокойный а бабушка его прихожанка наша он у них ночевал я на суде был и вдруг он соскочил а хозяйский то сын такой же ну большой уже лет наверное под 17 схватил нож и как ударил аж нож погнулся за что ударил не убил не знаю а разве ударил я даже не понимали что ударил ну еще посадили отбыл это ужасно это хуже наркомания и поэтому все вопрос сняты да мы уже много раз об этом говорили печально что и наша церковь поражена вот этими людьми потому что епископат митрополиты да и сам патриарх они людей которые приходят церковь не смотрят потому что рукополагает практически с улицы вот чем мне нравится ваша община и чем мне нравится в русской зарубежной церкви я во многих общинах это наблюдал и в германии в австралии в сша когда община знает всех друг друга когда священник является частью общины и когда община имеет давление как бы на епископат она решает что-то а в московской патриархии что мы часто наблюдаем в московской патриархии мы наблюдаем такую ситуацию когда епископ сам решает или митрополит кого рукополагать а зачастую это люди процентов 70 и даже смягчая ну пусть 70 это люди с улицы это вчерашние я же много раз говорил они там пили курили они там а некоторые так и пришли попали в какой-нибудь лобби или лобби кто карьеру делать деньги или лобби вот этих о чем кураев пишет и нормальным христианам в московской патриархии просто места нет многие много я знаю нормальных людей которые ушли они или карьеру свою духовную закончили говорят да слава богу я бы хоть богу посвятить могу времени или просто отошли даже от веры таких очень много знаю кто исками стремился и они столкнулись вот со всеми этими в кавычках товарищами и все и даже веру потеряли ну в христа конечно они верят в какие-то суверия я часто привожу пример это вот мое мнение неверующих людей нету есть люди верующие в бога есть люди верующие другие всякие фетиши суверия просто часто человек который называет себя атеистом он обязательно верит какие-то суверия приметы там ну и так далее оккультные у него какие-то вещи я сколько раз встречал атеистов которые так называют но они при этом верят в буду там йогу практикует и им говоришь извините ребята так вы не атеисты вы оккультисты вы просто отрицаете христа вы латентные сатанисты я вот с одним атеистом общался и он тоже потом стал начал мне говорить что он верит переселение душ там практикует йогу потом что он еще рассказывал что практики индии и тибета ну то есть буддизм очень замечательно мне это не надо не засоряй мне уши есть верующие верующие не надо никогда не повторяй это лишнее время что они там делают вопрос другой давай понятно что всю эту мерзость даже не надо говорить вы много о них говорите не надо это я свое мнение хочу вкратце сказать это так что есть верующие истинный во христа и есть верующие в демонические всякие суеверия так можно сказать да не надо даже говорить надо говорить так как написано верующие в сына божий иметь жизнь вечную а не верующие в сына не увидит жизни но где божий прибывает на нем евангелие от яна 3.36 все приверит или не верит а в кого они верят в йети верит снежного человека да мало ли во что человек верит зачем нам это повторять ты не познал глубин сатанинских считаем апостол ян пишет в откровении глубины сатанинские зачем нам познавать не надо даже не повторяй никогда вот они там верят в одно вообще не повторяй никогда нам это не положено знать мы знаем верующим сына божий или неверующий а то можно всех назвать верующим писание так не учат вот так неверующий богу представляет и лживым в бога а сколько других вер во что верят у дикарей тысячи разных там и в солнце и в воду и в ветер да 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 но просто все эти не надо не надо дальше давай другой вопрос закрой просто не проникает московской патриархии вот это неприятно ну ладно она не проникает она на этом основана проникает но во многом да я не могу сказать что все есть то и нормальные люди нормальные тогда люди когда движимые духом божьим когда он живет и везде и всюду видит христа и для христа живет а нормально живет нормально семья это таких нормальных очень много в аду будет очень много даже больше чем пьянис главное ты делаешь это во имя христа или нет движим ли духом святым представьте что апостол павел говорит кремлинам нормальная церковь нормальные люди причащаются все он говорит кто духа христова не имеет тот и не его 8 9 как так так а мы мы верующие мы собираем милостыню платим десятину кто духа христова не имеет бог будет спрашивать про это сродство к магниту притягивает только железо навоз корове не притянется к нему и так вы понимаете как паника началась так а я что я я вот ушел от того я был тем то стал духа христова кто не имеет слушай внимательно для православных это паника имею или не имею но я причащаюсь он не понимает даже о чем речь идет при чем тут причащаешься многие едят и пьют себя в осуждение многие больны немало умирает не об этом речь идет движим ли ты духом святым имеешь это его имеешь и помазание не миром помазаны только а в действительности господь придет за церковью никто мазан и кто причащается это все естественно для него а я дышу ну и какая награда что ты дышишь жизнь иногда не только дышать дыхание обыкновенно но дух дышит где хочет вы его вводите прямо в русло святой библии и тогда можно будет разговаривать он не верит все отряси прах от ног и уходи не вносите в это никогда вас много очень вот этот а он сказал такой-то был то я видел не надо этого совершенно вы ничего не успеете в жизни сделать они вас за собой тащат я прошел раз уже говорил сказал один раз и отошел им надо воевать и убивать пусть идет убивает кто ведет в плен сам пойдет в плен а не терпеть не надо вы сказали воевать и убивать часто же вопрос стоит не идти там воевать и убивать а допустим когда нас нападать на то же должен защищаться в этом смысле убивать воевать тоже в армии и люди идут за полгода на данное шатойка положить заявление что я не отказываюсь от армии но согласно заповеди божьей я не могу убивать не могу клясться присяга и склятва и дальше у меня надо я могу выставить даже какой образец и дальше ссылка на федеральный закон альтернативная служба и главное что их бы брать надо их некуда брать у нас никого не берут в армию и отказников ни одного нету но по-моему от луки сказано что продай плач купи меч господь говорит это духовности говорится не убей первое все и в этом все сказано взявший меч от меща погибнет это не александр невский сказал а то сказал я богослов кто ведет в плен тому самому надлежит идти в плен и не удивляйся все на этом я понял не иду ну как прям игнать тихович постоянно заранее некоторые отвечают я хотел позже подойти к этому вопросу но вы заранее может быть я потом вернусь немножко тогда вопрос задавайте так теперь на нашем сайте сайт наш знаете там лишь на первой главной странице написано к истинному православию и там ткнете и сразу откроется тема а я говорю вам любите врагов ваши там полностью по святым отцам по канонам по библии все по житьям святых указано ни под каким вином нельзя оружие брать и служить пусть меня дома убьют дома чем я где-то валясь в воду там в горах ну а допустим такая ситуация возникнет что пришли люди хотят наше государство уничтожить и мы должны открыть ему руки искать убивайте нас или мы должны уметь еще не будешь говорить они застрелят и все но если янг сари полпот и янг сари два друга захватили камбоджу была молодежь которая ждала их как по современному сказать красные кхмеры их называли и вот они заходят она выскочит ее отец вышел а мы вас ждали первый раз видит он сразу пристрелил и все стариков не надо а ты кто неплохая девка забери сегодня на ночь нам вот и все напоролися они будут ну что ты сделаешь когда сейчас ты выйдешь на улицу а тебя комнату уходит 20 китайцев самая мощная армия в мире еще ты сделаешь 20 с автоматами я сделаю единственное что ты можешь сказать как абрам что это моя сестра на сару ее взяли взяли да не тут то было не по зубам господь такую болезнь наслал что он еще агарь придашь придачу дал только забери я свою красавицу а вот зайду вот обстановка тебе не надо никакие варианты играть не убей и все не у нас с вами к римлянам что если не напрасно меч носите что это начальник говорит который имеет власть над нами мирской начальник христианская власти говорит о христианах нету нет он говорит носит меч он говорит о власти это 13 глава послание к римлянам начальник христианские государства там же были войны христиане как же мы это можем отрицать можно сказать что человек определенно кто-то не выбрал этот путь но если он христианин должен защищать наше отечество когда все прочитаю что я сказал сайт наш книга истинного православия тема запиши чтобы не забыть пока не прочтешь внимательно с искать на него столько время потрачено выбрано все почему не говорят святой и урон он отказник стал я не пойду я воин христа его казнили он святой нигде храмов его нету и уроном никто не называет так все это таилось кто житья то писал то демитрий ростовский выдвижение антихриста петра первого и то пропустил это а возьми андрей стратилат там две тысячи восемьсот девяносто шесть воинов отличные войны и уверовали и меч не взяли они голову склонили них там селевку догнал их в ущелье селевку начальника и всем голову посек до одного две тысячи трупов и церковь всех и прославляет во главе со стратилатом андреем почему ни одного храма нет честь всего андрея этого стратилата все замазали вот как другого берут в армию я уже воин христов воину христову не должно защищать мирское а то георгий победоносец а у кого он был у диахлетиана одного из самых лютых гонителей и что там были войны какие все захватнические и он у него служил в армии дослужился дощина полковника да какой же ты верующий то вера проявилась момент ареста только когда сказал я не пойду убивать а то прославляет во времена трояна показано он начал исследовать и у него войсках найдено 11 тысяч христиан работать не хотели целая дивизия и все служили в армии никакого государства христианского не было вели только захватнические войны наводили ужас везде и самое непобедимое как плакиды и вставки все свихнулась почему христос не сказал идите защищайте от римлян тут моя матерь защищайте нет да как будто никакой власти нету вложи меч твой в ножны все но вот филарет московский дроздов я знаю слышал такого и что рождать врагов ваших внушайтесь врагами божьими ну да да все понятно я слышал так запишите себе и скажите евангелие мне не нужно дух святой не нужен а филаретов вот это изречения возьму с собой на суд божий и поскольку хорошо да игнать тихонов я вам более другой пример приведу конкретно евангельский давай ванны иван и лин написал знаменитую книгу о сопротивлении злой силой это теме не возвращаемся я сказал все англии же на основании вам я я беседую с николаем леоновым знаешь кто конечно знаю мы беседом не один раз тут ролики стоят здесь я ему сказал ты не доживешь до 50 лет я еще не вернулся из поездки он уже мертвый вояка чемпион мира по кикбоксингу там не надо одна ракета ударила все 32 человека в автобусе сгорели гнат тихонов а можно чтобы вы услышали меня я не говорю что вот идти сейчас и кого-то убивать я пример более простой приведу мы тогда же должны отказаться от дверей от заборов вот у вас забор есть давайте забор выкинем там не надо забор городе саша не надо меня в это втягивать забор городе че забор городе что глупость речь идет о жизни человека давайте забор не будем вот так можно что давайте будем закрывать чтобы зубы были видны боялись нас мы же христиане будем молиться и зачем нам нужно тогда все это вот я считаю что так все-таки за свой материал когда прочитаешь весь там про это сказано я читал ваши материалы на техночь я знаю чем у меня сказано для меня тема это закрыта я ответил согласно библии вы согласно библии ни одного слова не говорите согласно канонам ни одного кремлинам послание филарет вам пример мера товарищи тайник по библии открываешь написано что написано вот тринадцатого сочетания давай 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 кремлинам написано это хорошее дело говоришь вот мы считаем время 13 глава какой стих ну начинайте не напрасно меньше там просто начал практически давай давай посмотрим по порядку так перебивать уже не надо вопрос задан всякая душа да будет покорно высшим властям ибо нет власти не от бога существующей же власть от бога установлена посему противящейся власти противится божьему становлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение никакой христианской власти не было когда он писал ибо начальствующие страши не для добрых дел но для злых хочешь не бояться власти делай добро и получишь похвалу от нее это власть а если власть преследует за добро это антивласть так ибо начальник есть божий слуга тебе на добро если же делаешь зло бойся ибо он не напрасно носит меч он божий слуга отмститель в наказании делающему зло и где тут армия или что какие слуги ну зачем павел тогда противился нерону то зачем и потому надо повиноваться не только из страха наказания но и по совести павел подчинялся нерону мы понимаем что нет конечно и как никто ему не подчинялся и он был свое время играться выброшен богом и так а давайте так до сего платить платить и подать и кому платим то ну и властям не верующим коммунистам ибо они божьи служители с тем самым постоянно занятые мы платим налоги где здесь про верующих то говорится только платить и слушаться не боевать не убивать какой тут силарет там же сказано если власть христианская где где такое нашел власть христианская найди если власть от бога нет если вопросе она не от бога сашенька ну какая оно от бога то где ты ее нашел эту власть от бога брежнев от бога загнали в афганистан 14 из 700 человек убили с кем он афганистанто ничего нет крема врагов нажили власть от бога Ну какая она власть? От Бога-то. Хрущев от Бога. Чуть весь мир не опрокинул. Сталин от Бога был. 100 миллионов угробили. Под корень вырезали. Даже Путину показывали Бутова. И он ходил и повторял. Чудовищно. Чудовищно. Да что же это такое? Да не может быть. Правитель страны. Вне себя смотрел и не верил. Подряд брали как класс. Ни в чем абсолютно не виновен. Виновен то, что ты живой. Вот это власть. Но. Филаретов всегда надо. Филаретов. Пускай он защищает идет. По поводу Сталина. Можно сказать, что Сталин так какое отношение имеет к христианству? Это власть была масонская. А у них символика вся была масонская. Определяй. А вот теперь определяй. Сегодня царя сбросили. Царю давали клятву. Точно та же. Присягу принимали. А на завтра Красная Армия, РККК. В какой момент власть другая стала? Какой подчиняться? Вот на этом переломном моменте это вообще не разберешься. А тебе не надо идти? Ты разобрался. Для христианина понятно, что монархическая власть была христианская. О чем можно говорить? Там и символика. Ну а в какой момент непонятно-то? Что царя расстреляли сегодня? Сообщили в газетах. И что? С сегодняшнего дня теперь нету власть. Я признаюсь со смертью царя. Пойду служить в армии. Буду убивать. Ну сам только задумайся. Зачем царю нужно было Порт-Артур? Зачем нужно было Финляндию завоевывать? Это одна провинция была. Зачем Польшу? Народное восстание там за свободу душили и душили. Даже Агинский там был замешан. Павло нас Агинского написавший. Ну да. Ну да. Ну зачем было царю это? Альпы штурмуют там Суворов. Надо это было? Кто нападал? Ну маленько-то глянуть, что делается. И мы это защищать будем. Защищаешь, попадешь в этот капкан. Обязательно. Вот Николай Леонов. Ну Николай Леонов я знаю, но вы немножко... Я немножко о другом хотел сказать. Я не говорю нам эти лично воевать. Я имею ввиду, что в христианстве должны быть люди, которые должны быть защищать. Потому что это все равно, что как с заборами, с дверями. Мы же не можем от этого отказаться. И люди некоторые... Нет, Игнать Тихонович, но выбор ваш таков. Но человек другой, допустим, у него другой выбор. Почему все должны уходить куда-то? Это же не будет так. Да не все, Саша. Я говорю об истинно верующим. Зачем все-то? Им надо воевать, пусть они воюют. Пусть они ракеты сбрасывают, пусть они долбят в Сирии. Мы только молимся, чтобы Господь позволил им покаяться этим людям-то. Поехали, сбили там самолет, Турция сбила. Господь разберется. Мы молимся, чтобы не было покушения ни на Путина, ни на Рамзана Кадырова. На кого нападают-то? Ну вот, смотрите. И произошла на небе война. Михаил и Ангел его воевали против дракона. И дракон и Ангел его воевали против них. Не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвежен был великий дракон, древний змей, называемый Дьяволом и Сатаной, обольщающий всю Вселенную. И незвежен на землю. И Ангелы его незвежны с ним. Откровение Иоанна Богослова, 2-й, 6-9-й. То есть, 12-я глава, 6-9. Но Михаил воин был. Это же отражение небесного. Это как раз по Писанию. Ну хорошо, Иоанн. И больше я ничего не могу сказать. Да я не... Игорь Тихонович. Не надо. Слушай, Саша, давай внимательно посмотрим. У нас есть Евангелие. Ну я же на Евангелие ссылка сделаю. Нет, я Евангелие беру. А, ну да. Вот заметьте, Господь пришел, а что-то Он изменил в этом деле, а мы сейчас посмотрим. Посмотрим, при том это не в одном месте говорится он так. Евангелие от Матфея, 5-я глава. Мы откроем 22-го стиха хотя бы. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников-фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. А кто же убьет, подлежит суду. Не написано, где убивай вообще. Дальше. А я говорю вам. Что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему ирака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. А я говорю вам. 28-й стих. Всякий. Написано, не прелюбодействуй. Ну и оставь заповедь. Нет. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А я говорю вам. Слово а я означает далеко не то, что впереди было написано. Мы шли вот в этом направлении, а теперь, говорит, а я говорю вам. Ну а если это я говорю вам, там написано враг, ты его преследуй, гневающийся на брата напрасно. А я говорю вам. Потому что сказано на брата, не на врага. А я говорю вам. Не имеет значения. И враг голоден, о врагах говорится. О врагах голоден враг, накормленный. Это я помню, да. О каком брате-то, когда слово враг стоит? Жаждет, напой его. И вот дело это, соберешь ему горящие угли на голову. У нас все враги. Враг не сдается, его уничтожают. Горьки. Ну и довоевались. Надо не клясться, нельзя. Нет, клянуться. Присягу дают священники. Не клянись вовсе, Господь говорит. А я говорю вам. Не клянись ни небом. Оно престол Божий. Ни землею. Оно подножие ног его. Ни Иерусалимом, ни головою твоей. Но, да будет у вас слово. Да, да, нет, нет. Дальше. Я говорю вам. Не противься злому. Не противься. Да как же. Мы же должны обороняться. Но кто ударит тебя в правую щеку, то обратил к нему и другую. Тут чего непонятно. А я говорю вам. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас. Это не братья обижают. И гонящих вас. Чтобы вам добудетесь с сынами Отца вашего Небесного. Вот и весь сказ. Если мы это делаем по Филарету, мы не сыны Божьи, а сыны Филарета. Игнатих, а как же Евангелие от Иоанна, вторая глава, 14-16 стихи, где Господь с бичом выгоняет всех продающих? Он же берет как воин, заходит и выгоняет всех. Ну давай, давай, говори, что там написано, 4-16. Ну и прочитайте, а то я перед камерой не очень... Иисус говорит, пойди, позови мужа твоего. Евангелие от Иоанна, 4-16. 14-16. 14-16. Ну давай, 14-16. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Да прибоя с вами вовек. Евангелие от Иоанна, 14-16. Вторая, по-моему, глава, 14-16 стихи. Вот теперь большая разница. Уже 2-16. Подходим. И сказал продающим голубей. Возьмите это отсюда и дом отца моего. Не делайте домом торговли. Вот сегодня только дом торговли и есть. Если Христос лишний... А? И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей. Сделал именовщик, обзене. И сделал бич из веревок. И выгнал из храма всех. Правильно. Если так, если не считать. Пожалуйста, не убивал. Он никого не убил. И он не мог убить бичом. И при том в храме. Только в храме. Из храма надо выгнать. Почему вы здесь не примените этот стих конкретно к храму? Возьмите веревки. Договоритесь с хорошими ребятами. И этих торгашей выкиньте оттуда. Игнать Иханович, вот тут я полностью с вами согласен. Здесь мы с вами сходимся. Я считаю, что всю эту скверную этно-содомскую мафию нужно выгнать бичами. У меня были случаи, когда мы с ребятами приезжали. Простите за такую прямоту и наезжали на епископат и на митрополитов. Но я вам скажу так. Они сразу бегут спецслужбам жаловаться. И на нас было давление полиции, милиции, спецслужб. Они, знаете, очень люди такие, как вы правильно говорите. Часто слушаю ваши вопросы, пожелания, когда вы озвучиваете, кто вам заходит. Я во многом с вами тут согласен, когда вы о них говорите. Потому что я точно так же, как вы, столкнулся. И на меня были и репрессии, и гонения. Подключали и ментов, и спецслужбы. Все это прошло. И тут я с вами полностью согласен. Насчет воинства я немножко другой взгляд. Я просто, когда общаюсь с молодежью, которые там фанаты, субкульт, ну, разных течений. Я понимаю, что они, чтобы их веру сохранить, воинство должно быть. Мальчишка пока молодой, пока он не стал там 80-летний дедушка, ему нужна какую-то активность. Пусть он там спортом занимается. Я бы это имел в виду. И что если на страну нашу нападут, почему? Пусть защищает, защита. Вспомним, что те же крестовые походы, они же остановили всю эту чуму, которая пошла. Они же вообще планируют все уничтожить, христианство. Я немножко другой взгляд хотел вам сказать. Но я уж не спорю с вами, сверяюсь. А во многом мы с вами, Игнат Тихонович, согласен полностью. Ладно, не вынес. Саша, со мной не соглашайся не только во многом, ни в чем не соглашайся. Соглашайся с тем, что Дух Святой говорит в Святой Библии, в Евангелии. Со мной это должно соглашаться. Я смертный человек. Я про это и говорю. Я про то говорю, когда на местописание. Просто не везде, конечно, есть точки соприкосновения. Защиту и сравнивать с забором, я первый раз такое слышу. Чтобы такой плетень городить. С забором сравнивать. Ну, забор стоит, он никому не мешает. А человек-то нападает. Я должен его убить. Речь-то идет на нас. Никто в Афганистане-то не нападал. Они ходили прогулялись. Брежнев, Устинов-то. Два маразматика. Оттолкнули, ребят. 14 700 гробов приволокли оттуда. Это надо. А поколещенных-то больше 30 тысяч. По сегодняшний день еще хромают. Ну, насчет советского периода, мне сложно говорить, потому что я не сторонник советской власти. Я просто слушаю всех этих красных. Они говорят, что это геополитически. Ну, это я сдержанно отношусь. Я просто имею в виду, когда христианские государства были, все-таки же люди были искренние, христа любящие. И продай плащ, купи меч. Это в Евангелии сказано. То есть воинство, крестоносцы. А вот Иван Ильин об этом и пишет. Так сопротивление сгустилось, что если мы не будем везде отступать, то и христианства не будет. Не будет, да. Должно быть. Хорошо, тогда переходим к вопросу следующего. Нет, подожди. Вот это. Иначе не будет христианства. А где это написано такое? На Ильина ссылаться я не могу. На Бога-то надежды нет. Вот показан, там по Чаевскую лавру приехал митрополит Кирилл. И везде выставили людей, только рядом насчитались 17 охранников. И написано, Кирюша совсем не надеется на Бога. Это он в Киево-Печерскую лавру был. Ну где-то он там был. И в храме стоят его телохранители со всех сторон. Почему апостолов никто не охранял? Ну на Бога-то не надеется совсем. Я его видел, как вы сказали, Кирюшу. Я видел, когда приезжала охрана, там целые автобусы мужиков заходят. Я все это видел лично. Еще нормально это? Конечно нет. Нет, даже при патриархе Алексея такого не было. И знаете, я вот бывал, ну видел нас на богослужениях патриарха Кирилла, когда приезжают люди, спецслужбы заходят с чемоданчиками. Все, все. Такое ощущение кажется, что они боятся, что бабушка какая-нибудь такая старенькая напрыгнет на него. Да, видел. Ну, я за него ничего сказать не могу. Может быть, он боится покушения ему какие-то обещать. Не, ну я-то с охраной не хожу. Что я могу за него сказать-то? Насчет его веры я тоже ничего не могу сказать, потому что он лично мне не говорил. Те, кто его лично знает, а я знаю лично этих людей, они о нем не очень хорошо высказываются. Я же вам рассказывал случай. Вы, правда, по-моему, не поставили этот ролик, когда мы говорили о невидимой брани и про пост. Но я напомню вам, повторюсь, что я знаю людей в московской патриархии, которые сейчас служащие, священники, монахи, которые на проповедь выходят, говорят одно, а когда с ними лично общаешься, они тебе прямо прямо говорят, он филокатолик, он экуминист. Не в этом дело, скажи, какой, что ролик не поставил? Я не расслышал. Что? А вы с вами помните про невидимую брани? Еще не нашла очередь до него. А, я просто не знаю. Я не знаю. Она выйдет через два дня, может, поставлю. То у меня большой наплыв людей был, у меня очередь, я не могу перекидывать их. Не, я не знаю. Не, я просто... Тихо, сейчас, видите, сейчас особенно начался и пост, и столько событий у меня. Я вот, насколько возможно, слежу за вашими всеми выступлениями, роликами. Но я, по-моему, помните, много раз говорил, у вас такая интенсивность, что невозможно. Ты даже иногда где-то едешь, слушаешь там с ребятами, они говорят, ну, с православной общайся. Кто в институт, ну, то есть в университет, кто на работу едет, и мы там переговариваем. Ты что слушаешь, там Осипова, там Дунаева, там Алфеева. Ну, Алфеева сейчас никто не слушает. Там Стеняева, Кураева. И многие ребята, вот мои знакомые, кто вот вопросы мне просят составлять, они также слушают Лапкина. И мы там общаемся. А времени у нас нет, у нас мы же не сидим так вот. И я просто те события, которые наблюдаю, я говорю, схожу из своей реальности. Я же не знаю, как у вас. У вас как-то интенсивность скорости прям супер. Как бы поменьше у вас скорости, не успеваешь. Сейчас я вообще как бы отстаю. Если раньше я в 2-3 дня отставал, то сейчас я уже в неделю от вас отстаю. Потому что мне надо и читать там тех, и постановления, там, у Кураева читаешь что-то. Читаешь богослово, смотришь политические какие-то новости, смотришь. Ну, то есть, вкратце скажу, я очень много информации, лично за себя могу сказать. И также много православной молодежи, у которых, они же не ограничиваются одним автором. Они слушают и там святителя. Кто-то, допустим, святителя Иоанна Зладоуста любит. Кто-то Иоанна Лесвичника читает. Кто-то там Игнатия Бринчанинова. Кто-то, ну, так далее. Творета Московского. Кто-то там Феофана Затворника. То есть, у человека такая интенсивность, что он сразу может 5-6 авторов читать и сразу слушать 7-8 авторов. И он, чтобы все успеть, допустим, Кураев, он очень редко выступает. У него там, он выступил на «Эхо Москвы». И лекции его там в месяц, они там выходят очень редко. Можно его там переслушать, не напрягаясь. А если вот, допустим, за Игнатием Тихоновичем Лавкиным, не угонимся, то скорость очень быстрая у вас. Вы молодец. Мы вас планируем. К вопросу можно переходить к другому составу? Давай. Есть креационисты, такие как Стефан Лешевский, который написал научный труд «Библия и наука в сотворении мира», где на научных геологических фактах утверждается все лето исчисление от сотворения мира. Есть в православии и христианстве другое направление, как эволюционисты, такие как Андрей Кураев, который утверждает, что, может быть, Бог сотворил мир в миллионы лет. В Библии многое условное и символичное. Кто правы, на ваш взгляд? Те, кто буквально понимает Библию? Или те, кто аллегорически, ну то есть, символически понимает Библию? Как соотнести людей, те, кто соглашается с этой идеей эволюции, что все возможно в миллионы лет, что в Библии много символов, много образов, или те, кто буквально стоит на летоисчислении? А в Шестодневе Василий Великий как понимает? Ну, в Шестодневе там практически буквализм присутствовал. Ну, все. Ну, допустим, травы, деревья, если угодно, это не противоречит, если мы будем понимать геологические эпохи. Но если касается уже человека, а с человека начинаю, разовое явление, сказал и явилось. И теперь, если мы переносим туда, и там те же самые слова, сказал Бог, и полетели птицы. А зачем их миллионы лет-то творить? Да что, сегодня клюв, завтра ноги, послезавтра раскраску. Да не понимаю, зачем это, когда это нигде не видно. Написано, день первый, был вечер, было утро. Ну, допустим, день первый еще можно, уже один день как тысяча лет. Ну, а вечер-утро-то как понимать? Был вечер, было утро. И все, день первый. И шесть дней перенесены на наш календарь. Вот относительно деревьев там, это можно допускать, а относительно человека никак. До Христа было 5508 лет от сотворения Адама. Цифра принятая, ее всегда употребляли в России. Так понимали все. А зачем мне придумать, что это геологическая эпоха? Я беседовал с Александром Менем. Он говорит, нет, я эволюционист. Это миллионы, может, лет, там, 700 тысяч лет. Какая же вера тебе будет после этого? С чего ты взял? Бог мгновенно все делает. Ему не надо века какие-то. Он творит все новое. Он умер. Три дня ему нужно было только для воскресения. А момент воскресения занял, может быть, миллиону доли секунды. Он страдал на кресте три часа, а смерть его заняла, может быть, миллиону доли секунды. Самый ответственный момент у Бога, это время сжатое. И теперь он нас приглашает к себе. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные. И я успокою вас. Что он меня успокаивает будет 10 лет? У меня горе сегодня. Великое горе. И он меня успокаивает сразу. Покой дарует душе моей. Мир. Чтоб смотрел я выше головы своей. Это все делается сразу. Они так верят, ну и пускай верят на спасение, это не влияет. Мы можем отдать им все до творения человека. Пусть понимают день, как тысяча лет или миллион лет. Но относительно человека началась новая эпоха. Эпоха, которую Бог создал для человека. И наконец последний поворот Земли, все закончится доисторическое, и поисторическое время начнется. Написано, времени больше не будет. Все становится на свое место. А Василий Великий говорит о красочности, о необходимости. Павел Рогозин об этом пишет. Существует ли загробная жизнь? Зарядите, если не знаете. Рогозин. Прекрасный материал. Прекрасный просто. Все данные об органах человека, о космосе, какие планеты, все поражает воображение. Насколько чудно. Всегда удивляться и отложено. То есть мы должны все-таки относиться, как в Библии сказано. Вот столько лета исчислений как Бог создает человека, так и есть. То есть не подаваться на модные вот эти течения, когда некоторые наши православные авторы говорят, а может быть это и тысячи, и миллионы лет. Это и суть не важно, это символизм. Библия, это не научный трактат. Давайте будем относиться как бы философски. Как вам относиться? Я и сказал, что там можем мы не смотреть, как они понимают, геологические эпохи, пускай, но сотворение Адама пошло все счет на наши часы. Господь не 12 часов во дне. Прямо говорит, 12 часов во дне. Уже часы были, и 12 часов на 12-24. Да, да. Понятно. Есть знаменитые слова Иоанна Златоуста «Слава Богу за все». Как научиться за все благодарить Бога? Доверим Богу. Потому что мы не можем проникнуть, что проистекает из этого события. Что именно? Для чего он родился слепым? Кто виноват? Он или родители? Вопрос обстоял. А он говорит, и он не родитель. У нас вопрос снят. А то он не мог согрешить до рождения. Родился слепым. А после рождения родители, а при чем тут родители? Они не отвечают. А все это, чтобы на нем явлены были дела Божьи. Дела. И Бог его исцелил, и чудо велико совершил. Целая глава Делята Иоанна, и она посвящена ему. А до чего сейчас так было? Для славы Божьей. Израиль пошел в плен. И может Россия будет раздроблена в этом году, и в плен пойдет. И все. Славу Божию. А не то, что вот у нас было в 1612 году, и было смутное время, оно восстанавливало. Ну, как лекарство не помогает рано или поздно, оно должно дать сбой. Не может оно вечером помогать-то. Да, мне помогало несколько раз вот то и то. А сейчас наступило время. Все. Срок кончился. Это, конечно, печально, что он так. Не хотелось, чтобы Россия раздробилась. Хотелось, наоборот, чтобы Россия с Малороссией, с Белоруссией объединилась. Не от богатства жизнь это зависит, Саша. Вот посмотри. Анасис. Аристотель Анасис. Владимир Судаметра. 69 лет. И все время больной был. Женился на вдове Кеннеди. 64 года. 64. А моя мама столько перенесла. Она во сне этого не видала. Жаклин. Кеннеди. И моя мама прожила 86. А это всего 44. Все 64. Этого миллиардера известно, что он был масоном. Так что о нем говорить как-то тоже. Он про масонин. Все от бога зависит. От бога. Вот лежал он, отвернулся к стенке. Я верю. Пророк Исаия сказал, что я умру. Приготовь завещание. И заплакал. Господи, вспомни, как я старался, как я делал. И пророк-то еще не ушел. По двору идет, а бог остановил его. Подожди, Исаия. Ой, как плащет он здорово. Езеки. Вернись назад. Вон, лопух растет, сорви листья смокованные. Приложи ему. И он не поверил. А как это может быть? Ну, знамение проси. Вот, солнце идет, и по ступеням тень. Ну, она всегда идет вперед. А назад? А пусть назад 15 ступеней. Бог сделал, пошли. Тень повернулась. Как это? Что там? Солнце в космосе. Или на одной... В этом месте было. Ну, не знаем мы это. А знаем только, пошла тень назад. Такого не бывает. Полдню. Или над Гаваоном. Стой, солнце над Гаваоном. И два дня было. И такого больше не было. Как это было? Зачем мне знать? Бог. Всесильный, всемогущий Бог это сделал. Повернул тень и осоловил солнце над Гаваоном. Чтобы народ победил врага. Игнатин Ильич, а как вот человеку благодарить Бога, допустим, у человека находится там в бедстве, в гонении. И есть люди же, которые начинают колебаться. И как вот Иов, пророк был. То есть, человек все, Бог у него отнял. И он тяжелая ситуация. Как вот благодарить Бога? Ну, как написано? Получится. Мы давайте прочитаем, что нам Слово Божие об этом говорит. Допустим, поколеблется. Ну, ладно. Евреям, 10 глава, 38 стих. Праведный, верою жив будет. А если кто поколеблется, запятая, не благоволит тому, душа моя, ему скажи, ты будешь отвергнут Богом. Поколебался. Не благоволит. И запиши на бумаге. Евреям, 10, 38. Тебе не надо куда крутить разумом. Щетко и ясно. 10, 38. Так а если он поколеблется? Еще раз говорю, 10, 38. А дальше добавляет. А мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в берегах спасения души. Вот и все. А поколебался, повернулся. Ну, в первом послании Иоанна 2, 19. Он пишет, Павел Иоанн говорит, они вышли от нас. Они поколебались. Но не были наши. Ибо если были бы наши, то они остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Вот так. Это всегда было так. Поколебался. Ну, значит, не тверд, не устоял. Я услышал мнение. Ну? Я слышал мнение от некоторых священнослужителей, что, допустим, человек, когда неукрепленный в вере, он там молодой в вере, то он может поколебаться. Когда человек стал взрослым в вере, ну, то он может не так будет, ну, как он, будет более же устойчив. Что когда человек маленький в вере, он легко падает. Ну, да. Когда человек уже... Не надо басни говорить. У басни? Епископа было всего четыре ребенка. Четыре. И они какое мужество показали. А вера, надежда, любовь. Девчонки-то восемь, десять, двенадцать лет. Их казнят. Пальцы отрезают, груди отрезают. Как фехлы. И ни одна не поколебалась. Ни одна. Девчушки маленькие. А когда считаем вторая книга, Маковейская, седьмая глава, сыновья Маковейской, как их резали, как их жарили на сковороде, и ни один не отступил. Вот пример. Что мы не знаем, разве это? А вот молодые, да, они колеблются. Поменьше блудить надо. Таких по-моему. Все, и сблудились, и потом начинает, нету крепости. А какая крепость? От ветра кащаются. В армии берут, а они сблудились, в армии негодные даже. И ни стыда, ничего нет. Я вот когда был, в мое время еще, ой, это если в армию не возьмут, это, понимаешь, позор, меня девушки презирать будут. Мы прямо рвались в армию. Веры-то не было никакой, понимали так. Просто по-человечески. А вот он поколебался. Ну, всякое растение, которое не отец насадил, оно и извергнется. Христос сказал. Он не садил, и он так, за бабушкой шел, за батюшкой. Благослови, батюшка. У него ничего не было. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. А беда пришла, и хвостом мигнул. Ну, таких много, к сожалению. Да. Калибрация. Да я это у протестантов тоже видел, когда многие люди... Но горе-то какое ждет? Вот, допустим, к евреям, если будем считать, 6 глава, 4-6 стих. Они поколебались и пали, а мы стоим прямо. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, поколебавшихся, невозможно опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Невозможно. Для них нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня готово пожать противников. Вот это им считай. Уже невозможно обновлять покаянием. Для них нет спасения. Они не были избраны, они так тащились до времени. Маленькое испытание кверх ногами. Ты посмотри, вот когда берут христиан, казнят там, игиловцы, головы режут, ни один не просит прощения. Ни один. А здесь так воспитали изнеженное, хлюпкое поколение-то. Я считал про это, вот когда были у них, ну война в Афганистане-то их, русские звали Шурави. Какой нехороший народ. Его, говорят, взяли в плен, повели на расстрел, он не хотел ислам принимать, а он плащет. Да разве можно? Ты к Аллаху идешь. Ты воин Христов должен быть. Они упрекали. Их когда брали, ни один на колени не становился. И они, еще и улыбнется перед смертью. Ему петля уже на шее. Он прокурора одного убил, его вешать будут. Ролик такой называется. Посмотрите его улыбку перед смертью. Вот и все. А то поколебался. Не хватило, ни полным ртом ел. Нет, ну у нас тоже были ребята, которые в Чечне выдерживали. Просто воспитанные в Савдепе, конечно, что говорить-то. Все же жертвы этого 17-го года. Там какое воспитание? Культы это Сталина, Ленина были. А истинного Бога-то не было. Конечно, будут такие люди. И таким, по-моему, правильно говорить, и бесполезно иногда говорить. У них свои идолы. Причем эти идолы быстро меняются. Сегодня этот идол, завтра другой идол. Они вот так. Люди слабые из-за недоверия Богу. Наша мама ничего не знала, кроме что есть суд Божий. И так учила нас. У нас не был ни один октябренком, пионером, комсомольцем, коммунистом. Ни один. Десять детей. Она, мать, по-своему объясняла нам. Этого делать нельзя. Сказала, в школе пить нельзя. А пить охота, так на переменке на большой доме сбегал, прибежал. Все. Я 10 классов кончил, и в школе ни разу не напился. Надо воспитывать. Вот нам временным, ограниченным людям трудно понять, что есть вечность. Вот вопрос, что есть вечная жизнь, как вот понять, что это? Вы же ограниченные люди. Я расскажу, Саша, я понял. Скажи, вот, как мама моя могла это объяснить? Она какую-то фразу взяла, а ее такой фразы нет в Библии, но она есть. Из двух слов. Бог говорит, терплю до конца, а буду мучить без конца. И вот эта фраза для меня была главной. Я работаю, где, думаю, когда узнал, что есть молекулы, есть звезды, и все звезды, разложить на молекулы, и все равно конец будет. А это никогда, никогда. Я только думал, зачем я родился? Я знал, что я буду в аду. Спасения нет. Я не пьяница был, я не матерился, не блудник. Меня Бог спас от этого, но я знал, я буду в аду. Меня совесть моя подсказывала, я грешник. А в раю был тот, на иконах, которые изображены, я им не завидовал, ничего. Я знал, что я погибший, навсегда. Это ужас один. Я мог бы сделать грех, а если во время делания греха я умру, я буду навеки, я воображал, я на необитаемом острове. Мне 20 лет. И там бы оказалась одна тузимка. Я молодой парень. Женился бы я или нет? Нет. Четко ясно, нет и никогда. Почему? Это не брак. Это разврат. И я могу умереть и погибну. Понимание о вечном мужчине, против которого Осипов говорит, он тоже говорит, сынок, то это главное. Почему Игнатий Бринщининов говорит, если ты говоришь о любви, я в вольный перевод даю его слов, начни сначала, если ты не испытал страха Божия. Почему Пимин Нелихий говорил, ум держи в ааде, в ааде держи. Я умру и пойду в ад. Вот. Пафнутий Боровской как говорил, там все по-другому. И наш суд, и Божий, это разница. И поэтому в последний день сказал, никого, ни князя, никого не принимайте. Я иду на суд Божий. Как они страдали, как мучились. У меня нет этой уверенности, что я буду там. А верующий во Христа он знает, да, желаю разрешиться быть со Христом. Для меня жизнь Христос, смерть приобретения. Я исповедуюсь, причащаюсь, Бог дарует мне через причастие жизнь, силу, энергию. Для этого дается, не для прощения грехов, а прощение высповеди перед этим идет. Священник, да разрешишься от грехов. И тогда другая совсем жизнь. Вечность. Вечность со Христом. Нет болезни, ни скорби, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Это все время воодушевляет. И временное страдание. Почему Серафим Царусский говорил, комната вся бы была наполнена червями, и все черви во всех направлениях тебя бы прогрызали насквозь. Да немножко, лет сто. Возлюбленное стоило потерпеть ради вечности. Игорь Тихонович, вот от вас и вашей общины в собраниях я часто слышал про Господи помилуй в негативном смысле. Да. А Кураев в своих знаменитых лекциях «Православие и неизвестная религия», по-моему, третья лекция, говорил, что Господи помилуй, это переводится как масло, то есть милость или «Господи исцели». А вот я слышал от вас, вы говорили, что вот как «Господи помилуй» как бы не очень. За счет 40 раз говорить. Господь говорит, «Возови ко мне, я услышу тебя, я отвечу». 90-й псалом считаем. Где? Где написано, что 90 раз? Или 100? А у армян считается 100, не 40, а 100. «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» это издевательство над Богом. Мне сейчас, мы с тобой рядом. И у тебя я вижу есть то, чего у меня нет. Ну, прошу я у тебя 10 рублей взаймы до завтра. «Саша, дай денег». Ты в карман полез, я «Саша, дай денег, Саша, дай денег». Ты сразу на меня такие глаза, да он сумасшедший. Что он? Ну, понятно. «Господи помилуй». Вот 40 раз тогда Бог услышал. Что он глухой или что? 40. «Господи помилуй, убрать надо». Это насмешка над Богом. Не больше, чем два раза говорить. Даже три раза, и то уже лишковато. «Господи мой, Господи». Давид говорит. Да, да, да. У меня есть стихотворение «Господи мой, Господи». Покрыт я весь коростами. Как я молюсь о Богу. Игорь Тихонович, а как научиться не обижать людей? Потому что часто в жизни бывает, что волей или неволей кого-то ты обидишь. То есть, порой, даже ты не желал человеку зла, желал ему блага, хотел отнестись к нему по-христиански, но бывало так, что ты часто обижал человека. Как научиться не обижать людей? А зачем это? Пусть обижен будут. Лука 11.45, откройте. Вы записывайте, что я говорю. Да, да, да. 11.45. Повторим, что посмотреть. Так. «Горе вам, книжники, парисей, лицемеры, что вы как гробы открытые, скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал, «Мучитель, говори, это ты и нас обижаешь». А он хотел его обидеть? Нет. Ну, он сказал, «Ну, прости меня», я сказал, «Ну, прости». Нет. Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которые избили отцов ваших». Горе. А ты нас обижаешь. Это нормальное явление, когда мы обижаем кого-то, по слову Божию. Совершенно нормально. Я ему говорю, «Сейчас есть пост. И не надо ходить к батюшке выпрашивать. У нас никто не ходит. У меня гастрит, молоко, ни один не ходит. У нас батюшка не имеет права. И ни один священник не имеет права. Больной? Ну, надо и порешить. И тогда разрешается растительное масло. И вино. Вино? Там, может, несколько грамм. Больше права-то у него нету. Вот сейчас, допустим, у меня хороший знакомый губернатор, у меня близкий друг, губернатор. Мы вместе обедаем, и гуляем даже по улице ночью. Ну, дальше некуда. Какой у меня друг? И у меня здесь весь сей генерал, воинские части, у меня все друзья. И прокурор края, генерал-лейтенант. Я собрался вместе, говорю, «Ребята, вот у меня все в жизни было, но в космосе не было. Дайте мне путевку, чтобы я полетел». А у нас такого права нет. Ну, как нет? Все, права есть, а тут нет. Так и священник, он не может дать никому. И у нас никто не подходит. Наступил пост, мы готовимся. Пост – это страда христианская. Надо лишнее убрать себя. Лишнее. Я вот сколько знаком с архиереями, там, беседовали. У меня один был архиерей, мы близкие-близкие были, если митрополит. И вот ни с кем такого, ну, во всем, чтобы одинаковые были. С кем начнешь говорить, до 30 лет рукоположен, а этот 31 год. Митрополит. И он сухонький, как вот былиночка. У него нету ни живота, ничего. И ничего у него нету. И он всю жизнь благовествовал. И вот в одном месте меня привезли в один город, у меня машины-то своей нету, я выступаю, а он в первом ряде сидит и быстро поднимается, а ему уже 80 лет с лишним. У меня микрофон из рук берет вот так вот, но я же говорил вам, наконец-то приехал человек, говорит это, опять пошел, смеется, сам сел на первую скамейку. Я продолжаю говорить слово к залу, а там корейцы, китайцы. Он опять заходит, опять у него микрофон из рук, а сам как солнце сияет. Я могу похвалиться моим Господом, это Бог так делает. Я желал такого увидеть, и мне он дан был. Вот у меня один партоиерей говорит, вот как только епископ едет, едет не один, целая свита, всех накорми, напой, да еще что-то дай, поборы, кроме обычных налогов. Ну, а вы знаете хоть одного епископа, который не брал бы поборы? Я говорю, знаю. Это что, наш современник? Я говорю, конечно. Интересно. А мы недавно рассуждали, ни одного нет такой, все крохоборы. Я говорю, я знаю, могу вас познакомить. Ишим город, Тюменской области, Евтихий, Курочкин, наш епископ. У него даже носков не было, как у Яна Шанхайского. Мы сел один день с ним, пасем овечек, там куча соломы, мы вместе целый день там валялись с ним, беседовали. Он с нами пил, ел и ездил. Он 13 лет у нас был епископом, у него ни с чего нет. Мы такие, и такого Бог нам дал. Он один такой был. Вот и все. Ты с чего желаешь, совершенно невероятное Бог может сделать. Даже, кажется, я никогда не думал, что у меня это будет. Но я молился, и Бог дал. Бог дал. Вот я первую книгу рассказываю, хотел выкупить, а первая книга стихов была. А пенсия-то моя не позволяет это делать. Ну, где же деньги взять? Я только молюсь. Вот молюсь, и одна у нас упала, Надежда Павловна, она у меня была эконом, комендант здесь, вот у меня два дома, которые я высудил. И она заболела. Я говорю, Надежда Павловна, как только сейчас отойдешь, она прищищалась, исповедовалась, соборовалась. Душа твоя пройдет по мгтарсам, ты зайдешь, поклонишься Господу, Божьей Матери, найди Николу чудотворца, миролитийского. Он любил золотишко подкинуть. Пусть бы он меня подкинул маленько. Вон там, трех девицах где-то. Ну, и все знали. Все вообще не знали, я не скрывал это. И все спрашивают, ну, как? Да ничего нету. Сороковой день, звонят. Ну, и как? Да Бог его знает, никак пока нету. Двенадцать часов дня, в дверь ко мне стучит один человек. Маленький у него, саквояжник в руках. Вам деньги нужны? Я говорю, да. Я могу дать, но под одним условием. Я говорю, если оно ко мне подойдет, это условие, я могу взять. Условие такое, чтобы вы никому не говорили, что я был у вас и дал денег. А их там несколько человек, это большая компания. Я говорю, а почему вы пришли? Не знаю. Он не знает, зачем пришел даже, но знает, что мне нужны деньги. Но спросил. Он тут же саквояжик открывает, мне выложил, сколько требовалось. Все, без отдачи. По сегодняшний день. И маркер экспресс газета такая напечатала заголовок «Помощь с того света». Я имею связь с тем светом. Конкретно. И как мы все благодарили. И это не один раз, если бы только один раз. А другой, это где-то уже 14 книг я издал, у меня несколько священников ночуют здесь, с разных городов там приехали. Я говорю, давайте, братья, помолимся, мне завтра надо книгу выкупать. А денег нет. А откуда? Да потом дело, что я не знаю, откуда. Интересно. То есть, им интересно, что такая у меня вера. Помолились. И кто-то звонит первый час ночи. А все знают, после 9 вечера, по-нашему, звонить нельзя. Это личное время, личная молитва, там подготавливаемся. И первое, что я подумал, ну, сказал же, а потом, из-под идеала-то, выползая в комнате, холодно, я экономлю ведро угля, до 5 градусов тепла опускается. Алло, это Барнаул, Барнаул, это звонят из Сакраменто, Соединенные Штаты Америки. У вас, говорят, храм во имя Климента. Да нет, храма такого нет, у нас лагерь Климент Анкирский. Но это все равно, у нас дядя Климент умер. Говорят, особенно молитва доходит там, где молятся, вот где Климент тоже есть. Ну, так вы завтра пойдите в Эстерн-Унион, получите деньги, мы вам посылаем. Пожалуйста. Я утром пошел, получил. А вы знали? Понятия не имею, я даже не знаю, как их звать по сегодняшний день. Вера, живая вера. Вот сейчас только говорили, я сейчас молюсь, вот говорю, мне нужен здесь. Я с утра помолился, поднимаю шторку, человек тут стоит во дворе, не знает, в какой дом заходить. А давно он был у вас? Да я и не помню, лет 20 назад. Я его допрашиваю, скажи, отец Андрей, а как ты узнал, что идти? Понятия не имею. С утра вот такое побуждение к вам пойти, прямо. Мне рассказывали, в Санкт-Петербурге был, а Ленинград был, во время блокады. Дочка с матерью молились, с голоду умираем. А у них где-то на втором этаже, кажется, один из военных был, но им-то давали, военным-то, которые это. И вот они молятся, Господи, у нас совсем ничего нету. А ему в это время голос говорит, встань, спустись вниз, под твоей комнатой и отдай им, что ты получил сегодня. А у него запас есть. Он, не понимая, сходит там, тушенку там, что, сгущенку, открыл, с булкой хлеба бросил и опять вернулся, лег спать. Утром встал. А что же я вообще наделал вечером? Да я же куда-то унес. Пошел в дверь, правда, третья дверь, постучался, вошли. А они молятся на молитве, слышали, что-то ударило. Ударило, они приняли это. Что? Исчезло? А, неполадки в интернете. Что делать? Ну, раз... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok